здравствуйте дорогие друзья с вами монахиня мария сегодня у нас не совсем обычная беседа потому что все остальные были о здоровье нашего тела а мы сегодня поговорим о здоровье души и духа потому что вопросы как раз на эту тему ну вот такой удивительный но достаточно интересный вопрос на него можно ответить очень коротко нет не мешает и не отвлекает а наоборот помогает человек задающий этот вопрос скорее всего очень слабо представляет что такое монашеская жизнь и вообще какова ее цель а самая главная цель монашеской жизни это обрести царство небесное каким образом а для этого полюбить ближнего и бога потому что существует заповедь возлюби бога своего всем сердцем всем разумением твоим и ближнего своего как самого себя это очень сложно выполнить и поэтому как нам полюбить бога это можно полюбить бога через ближнего а как полюбить ближнего человек может ходить в церковь исповедаться причащаться но при этом может оставаться раздражительным злым эгоистичным и не замечать этого а когда это может человек заметить а тогда когда он взаимодействует с другими людьми когда он с ними общается когда он с ними работает и проявляется тогда его внутреннее состояние главная цель это изменить себя себя внутреннего человека который снаружи не всегда виден да и мы этого внутреннего человека не всегда знаем и поэтому существует монашестве такое понятие как послушание что такое послушание вы знаете это слово она когда имеет двойной смысл с одной стороны как глагол слушаться а послушание другой смысл это работа поэтому понимаете здесь смысл и слушаться из и послушание как работы сливаются почему они так сливаются то потому что это очень важно именно в послушание работе человек научается слушаться потому что у него обязательно есть начальник у него обязательно есть старшая сестра которая будет давать ему задание и говорит делай то 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 и то то а человек говорит я не согласен так делать мне так не нравится делать значит что он проявил свое не послушание значит что на таком послушание человек сразу заметит что у него нет смирения что он не способен вообще слушаться не способен принять то что от него требует вот вам уже раскрытие одного из грехов значит что помогло этому пониманию вот именно этот труд это работа это послушание сколько благодаря вот этой так называемой работе ты выявляешь в себе греховного очень нехорошего очень глубоко сидящего которое оказывается дома на стыря ты не замечал вот почему это две составляющих с одной стороны молитва храм исповеди причастия а с другой стороны труд и взаимодействие с такими же сестрами как ты а ведь у каждого свой характер свои особенности свои привычки которые ты очень легко различаешь и видишь в другом человеке а в себе их не видишь поэтому вот когда мы потихонечку вот так начинаем видеть свою греховность мы начинаем анализировать мы начинаем молиться и начинаем молиться действительно по-настоящему мы начинаем уже сердечно взывать к богу я все это перечислила с одной лишь мои дорогие целью чтобы показать что монашество это не просто только молитва это не просто только исповедь и причастие и храмовые службы все во имя того чтобы научиться работать над своим внутренним человеком чтобы меняться чтобы готовиться к той вечности которая нам предстоит и готовиться так чтобы попасть не в преисподнюю а туда где господь там где действительно будет настоящая творческая удивительная жизнь слушаться надо в пределах заповедей ведь если мне отдается такое послушание который выходит за заповеди божье то есть она противоречит заповеди божьи я имею право не выполнять его вот вы помните книга не святые святые там рассказывается об одном очень интересном эпизоде один молодой человек который решил что он непременно должен стать монастырским человеком приходит монастырь и просит игумена возьмите меня в монастырь я хочу быть послушником а игумен ему задает такой естественный простой вопрос скажи а ты слушаться умеешь да конечно я послушный человек и тут вдруг по двору идет старичок такой сухонький молится наклонив голову и так потихонечку шагает и поравнялся с ними игумен говорит этому будущему послушнику в кавычках а ну ударь его тот недолго думая со всей силы ударяет этого старичка тот летит несколько метров но как-то довольно удачно приземляется подскакивает несмотря на то что наверное ему было очень больно подбегает и просит прощения я наверное обидел чем-то вас представляете он не стал возмущаться а он сразу подумал что наверное какой-то его грех совершенный внутри который он забыл или который он пропустил наверное в чем-то он очень виноват я просто не могла ну вот представить что есть такие люди они есть и что говорит после этого игумен ты не годишься послушники вы поняли этот человек неразумен он вышел за пределы заповеди божий он сделал то что конечно не должен был бы сделать из их возмутиться сказать как я не могу его ударить наверное человек задавший этот вопрос понял почему послушание не может мне мешать не может мне вредить не может мне быть лишним оно лишь только может помогать помогать становиться монахини видеть свои грехи работать и соучаствовать в своем изменении вместе с богом потому что бог видит тебя насквозь он видит все твои особенности даже то что ты может быть еще не успел увидеть а послушание и вот эта работа которая теперь мое послушание здесь она конечно во многом помогает и только только помогает но никак не отвлекает и не вредит ну вот на этом мы закончим нашу с вами беседу пожалуйста пишите задавайте вопросы в на них с удовольствием ответим спасибо всем господи до новых встреч подогнали